здравствуйте мои дорогие и любимые рукодельницы с вами я наталья алекс я увидела как вам понравились мои букетики тюльпанчики особенно всем понравились я вам приготовила вот такие вот лютики сегодняшний мастер-класс будет посвящен вот таким цветочкам здесь вообще ничего практически не нужно будет делать просто собрать эти цветочки и слепить из них вот такой букетик и еще я вам придумала как спрятать булавку чтобы ее не видно было и брошь не заваливалась на бок вот так мы ее будем прятать внутри букете вот так она будет застегиваться вот я надеюсь что вам понравится этот мастер-класс поставьте лайк если вам действительно нравится такой букет и если вы не подписаны на канал прошу подписывайтесь еще впереди много интересного итак мы начинаем мастер-класс для работы нам понадобится вот такие вот бусины они типа риса называются они резон они будут с одной дырочкой видите с одной стороны дырочка с другой стороны нету дырочки они очень похожи на лепесточки и лютика нам нужно будет по 7 таких бисеринок на один цветочек и вот такие вот еще бусины вот смотрите чех цветочки 20 штук 24 гривны стоит вот и три таких цветочка нам понадобится вот они уже вот готовая бусина цветочек да ее только нужно оформить на стебелечек и вот такая вот бусина точнее не бусина а револи в виде звездочки вот так вот она выглядит сзади на небольшая где-то 0 8 может быть миллиметров или сантиметр в диаметре совершенно небольшая звездочка да нам понадобится уже готовый листик этот листик вы увидите вы здесь подсказочки ссылочка на него и в описании к видео будет ссылка на мастер-класс по созданию вот такого вот листочка мы с вами делали предыдущие уже букетики и там такой же точно только зелененький посмотрите я сделала из вот такого вот японского бисера мацуна он белый с прозрачный с белой серединкой из такого бисера очень красиво получилось очень нежно оригинально будет выглядеть букетик как будто бы он на обертку вот это вот да будет создавать предыдущих букетиках он выглядел как листочек а здесь вот будет у нас такая обертка нужно также будет нам булавка возможно вам понадобится булавка которая длинная игла основа для броши она называется только длинная игла такая с наконечником и она будет вдоль всего он букета проходить и им на кончике дырец такая просто протыкается и очень аккуратно носится можно такую можно я вам покажу еще как варианта можно спрятать вот эту булавку но это попозже давайте сначала начнем делать цветочки да еще нам нужно будет проволока обязательно для стебелечков и немножко лески и лимона нити у меня 0 2 диаметр вы можете даже чуть-чуть потолще взять чтобы она была прочная делать абсолютно легко набираем все бисеринки ну 7 штучек бисеринок этих бусинок желтых на ниточку нам еще для серединке нужно будет какой-то бисер вот я взяла зелененький завязываем эти цветочки лепесточки в кружочек вот делаем еще пару узелков этих двух концов чтобы ниточка у нас не убежала теперь набираем одну бисеринку у нас для для тычинки скажем так для внутренней вот она туда должна аккуратно лечь и вот здесь просто оборачивая нитью и выхожу отсюда вам цепляю эту бисеринку и обратно вовнутрь туда ухожу иглой вот так подтягиваем и получается что у нас серединка бусинка бисеринка это между бусинами становится аккуратно посередине ведь она и то есть той стороны будет выглядеть аккуратно все теперь прячем кончики эти можно еще раз пройтись по этим рисинкам по кругу для прочности хотя они не будут до них додрагиваться ну как бы я так надеюсь я так думаю что сильно их там теребить не будут поэтому на всякий случай лучше чтобы прочно держались эти цветочки еще раз пройтись и еще раз завязать эти концы все концы прячем и сделал еще два узелка и теперь просто вывожу иглу другую сторону и здесь аккуратно откусываем нить эту и это все теперь берем проволоку в руки нам нужно вот какое-то расстояние цветочка вот где-то там 5 6 сантиметров и в двойном размере мы ее обрезаем вот нам нужны вот такие вот отрезки проволоки теперь продеваем через вот эту зеленую бисеринку и скручиваем до самого конца чтобы она аккуратно выглядела стебелечком ну хотя внутри вот тут вот уже на концах ее не будет видно для общего взгляда мы для вас чтобы вы знали что у вас там все аккуратно идеально такой перфекционизм себе выработайте вот нам нужно три таких цветочка сделать теперь я вам покажу как делать вот этот вот цветочек то же самое такого же расстояние берем проволоку складываем ее пополам и набираем зеленый можно желтый бисер любую какую хотите серединку можно взять и сделать в этом цветочке может быть на контрасте может быть по цвету и естественно две бисерин две эти проволочки сюда проводим вот вот стал у нас цветочек теперь вот сюда продеваем какую-нибудь прозрачную бисеринку и нам нужно скрутить чтобы вот этот вот у нас цветочек не спадал с проволоки сюда одеваем какую-нибудь прозрачную бисеринку и опять скручиваем вместе вот с той бисеринкой она не даст соскользнуть все вот весь секрет то же самое делаем со звездочкой вы можете взять любую другую револьку или стразик любой можно ну что хотите вообще можно придумать главное чтобы у вас получился свой красивый букет я вот всегда считала себя мастером по украшению а поняла что я в душе флорист мне так понравилось оставлять букетики вот что я прям хочу вот какие-то особые сочетания сделать чтобы получилось как-то невероятно красиво и вот у нас получилось три цветочка готовых три колокольчика готовых и звезда смотрите теперь начинаем допустим вот с колокольчиков выстроили их вот так вот по росту и скрутили внизу стебелечки вот на каком-то расстоянии просто внизу закрепили их вместе а вверху они стоят как свободно вот здесь вот дальше то же самое с этими цветочками выстроили их в определенном порядке вот допустим ну тоже посередине подлиннее а вот по сторонам и то же самое скрутили кончики у них вот выровняли этот букетик теперь вместе их соединяем вот так и добавляем нашу звезду и добавляем нашу звезду получилось вот так звезда тоже вот смотрите просто просто прикрепили проволоку и теперь все вместе все три эти компонента соединяем вместе подровняли чтобы было аккуратно красиво все и ровно все и теперь занимаемся вот этим как оберткой я придумала вот такой вот вариант в связи с тем что предыдущие букетики там тюльпаны и пролиски слишком большая вот это вот была застежка и букет брошь заваливалась на бок когда она одевается на одежду я подумала ну конечно причина в застежке в самой вот этой основе для броши поэтому я вам предлагаю сделать вот эту иглу основу для броши в виде иглы но у меня нет и где ее найти мне достаточно сложно заказать просто одну позицию да поэтому я придумала вот такой вариант отодвигаем вот это вот вот этот крючок за который цепляется игла вот вот когда мы будем плести этот листик у нас у нас вот здесь вот будут пробелы между двумя бисеринками между рядами если вы будете плести по моему мастер-классу вас по-любому будет там вот такой вот вот такие вот пробелы вот они видите это просто связан это связано с особенностью плетения и засовываем иглу и вот так вот теперь надо вот эту штуку загнуть только не сильно так чтобы у нас вот эта игла застегнулась вот таким образом вы спрятали булавку смотрите ее практически не видно будет букет будет брошь будет хорошо одеваться на одежду или на чем вы там будете носить вот и теперь букетом ее прячем под букетом все и зашиваем ее вот так вот оборачивая как в одеялко все эти кончики обрезаем здесь цветочки поправляем все вот такой вот у нас брошь получилась со спрятанной булавкой теперь для того чтобы укрепить букет в вот в этом листочке нужно его отдельно пришить сначала к самому листочку потому что он будет выскакивать укрепляем здесь нить хорошенько на 2-3 узелка и пришиваем сам букет к листочку несколькими стежками нитка прозрачная ее не будет видно поэтому можно их сделать несколько укрепить укрепили там букет и теперь прошивая насквозь мы зашиваем вот эти два как одеялко две половинки и зашиваем их вот так вот вместе только чтобы аккуратненько было что-то не помято она выглядела выглядела как букетик вот смотрите как сбоку эти булавки практически не видно вот и отсюда ее не видно ну если там во внутрь заглядывать то конечно видно ее а если не обращать внимание ну так и надо можно там что-нибудь туда еще засунуть каких-нибудь бусин вот все это все обрезаем вот эти вот хвосты и можно сделать здесь бантик можно сделать какое-нибудь еще украшение какой-нибудь стразик можно еще прицепить в общем на что уже у вас фантазии хватает все на этом все смотрите как интересно получилось с булавкой да она спрятана ее конечно сильно долго не открываешь то есть нужно будет один раз подцепить брошь и носить ее чтобы сильно не теребить ее ну в общем как вариант я вам показала можно во внутрь прятать можно снаружи ее просто пришить и не мучиться совсем вот в общем три варианта есть булавки для этой броши ну букетики мне такие очень понравились очень милые симпатичные можно еще каких-нибудь цветочков составить если вам какие-то идеи приходят в голову можете написать мне в комментариях я с удовольствием сделаю еще некоторые цветочки все спасибо мои дорогие что вы оставались со мной до конца этого мастер-класса всех благодарю за внимание все всем пока пока субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok